Всем привет! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Александр Романович Ватиков и я преподаватель экономики в Школково. Я являюсь абсолютным победителем Всероссийской Олимпиады школьников за 2010 год. И сейчас веду довольно большой онлайн-курс по экономике, по подготовке к Всероссийской Олимпиаде школьников, а также по подготовке к другим перечневым олимпиадам и просто базовый курс для знания экономики для людей, которым просто интересна экономика. Сейчас я хочу рассказать одну любопытную математическую идею, которая встречается в экономике, а именно верхняя огибающая и нижняя огибающая. Я планирую сделать это на примере двух задач. Поехали! Первая задача. Доход потребителя ограничен 100 долларами. Цена х равна 5 долларам, цена у равна 10 долларам и мы пытаемся в осях x и y построить его бюджетное ограничение. Он может потратить свои 100 баксов на x. Тогда он купит 20 единиц x. 100 разделить на 5. Он может потратить все на y и получит 10 единиц y. Соответственно 100 разделить на 10. В чем прикол? Прикол в том, что выходит, он может потратить не все 100 на один товар, а например пополам. Половину на x, половину на y. Тогда у него получится 50 рублей на x. Это 10 единиц x. И соответственно 50 рублей на y. Это 5 единиц y. Точка с координатами 10, 5 ему доступна. Ну и вообще, если в общем написать, получится, что количество x, которое он может купить умножить на 5 рублей, плюс количество y, которое он может купить умножить на 10 рублей, не превосходит 100. Это уравнение задает линейную функцию y не больше, чем 10 минус 1 2 x. Это неравенство задает область под вот такой вот прямой. На этой прямой находятся все точки, которые он может себе купить, потратив все 100 рублей. Пункт а решается очень просто. Это стандартная задача на линию бюджетного ограничения. Интересен нам в этой задаче пункт б. В пункте б данной задачи он получает скидку, если до этого дал взятку. Охраннику заплатил 20 долларов, получает 50-процентную скидку на товар Y. Если бы у него просто была 50-процентная скидка на товар Y, он мог бы купить 20 x или 20 y, то есть в два раза больше, либо любую их линейную комбинацию. То есть мы соединили бы эти две точки прямой линии и получили бы удовлетворение, потому что все, конец, готовая решенная задача. К сожалению, у нас тут минус 20 баксов. Как же это вообще работает? Давайте попробуем просто для пункта B построить новую линию бюджетного ограничения. То есть я возьму картиночку, я сохраню на ней старую линию бюджетного ограничения, которая была, соответственно, из точки 10 на Y в точку 20 на X. Вот эта линия. Я теперь попробую построить новую. Я даже возьму для этого маркер другого цвета. Попробуем построить новую линию. Как? Так. Представим себе, что он дал взятку. Тогда у него доход равен 80. У него осталось 80 рублей после того, как он потратил 20 из них на взятку. Далее, он, соответственно, цена X осталась прежней. То есть цена X равна 5. Цена Y, 50% скидка, теперь тоже 5. Давайте нарисуем линию бюджетного ограничения, если он может 80 рублей потратить по ценам 5 и 5. Максимальное количество X, которое он может купить, 80 разделить на 5. 16. Или не 20, а 16. Но максимальное количество Y повысилось до 16. Это очень любопытно. Ну, либо любая их линейная комбинация. То есть 5X плюс 5Y равно 80. Вот это уравнение. Мы пишем линию. Вот она. Из 16 в 16 под наклоном. Ну, короче, это Y равняется 16 минус X. Очень легко построить такую картиночку. Вот она готова. А как теперь выглядит его реальная целиком линия бюджетного ограничения? Дело в том, что он может позволить себе все наборы, которые находятся на синей линии или ниже. Благодаря чему? Благодаря возможности вот с помощью такой акции получить скидку. То есть вот это все ему доступно. Но фокус в том, что он также мог не пользоваться этой акцией. А значит ему доступно все, что на черной линии и ниже. Вся заштрихованная область ему доступна. Выходит реальная его линия бюджетного ограничения. Эта линия, вот зелененьким выделенная, вот эта вот линия, реальная линия бюджетного ограничения, она идет по верхней огибающей этих двух графиков. То есть вы берете картинку, вы строите на этой картинке два графика. Один идет из точки 10 в точку 20, другой идет из точки 16 в точку 16. И то, что вы получаете вот тут вот сверху, это и есть ответ на задачу. Верхняя огибающая это такая вот, вот такая вот линия, которая по верху как бы идет. Давайте решим следующую задачу. Для того, чтобы понять, что такое нижняя огибающая. И тогда у вас две концепции объединятся воедино. В данной задаче ответом является кусочно-линейная функция, которая идет по верхней огибающей этих двух графиков. Решим следующую. Для начала решим пункт А. Вы видим производственные функции для каждого вида продукции. Булочка с корицей у нас из одной единицы труда и 0,25 килограммов теста создается. Пирожок с вишней создается из двух единиц труда и 0,2 килограмм теста. Но килограммы это понятно, что такое. Что такое единицы труда? Ну это, например, часы повара. Один час повара требуется и 0,125 килограммов теста. А здесь требуется два часа работы повара. Или, например, 10-минутные участки промежутки времени. Это единицы труда. Два часа повара или два разных повара должны один час поработать. В любом случае это потратит две единицы труда. Давайте же поймем, как из запасов труда и запасов теста вместе вывести функцию, сколько получим булочек с корицей, сколько получим пирожков с вишней. Давайте труд, который давайте булочки с корицей назовем X, а пирожки с вишней назовем Y. Труд назовем L, это труд. А, соответственно, пирожки, тесто, которое мы потратим, назовем, например, K, типа капитал. Это типа тесто. Соответственно, количество труда, которое отправилось на производство булочек с корицей, я отмечу как LX. Количество капитала, которое потрачено на производство булочек с корицей, я отмечу как KX. Теперь давайте поймем, сколько булочек с корицей удастся произвести. Ну, мы говорим, вот у нас есть некоторое количество труда, которое мы отправили на булочки с корицей, некоторое количество капитала. Мы начинаем их тратить. Мы пробуем произвести одну булочку с корицей. Труд уменьшили на 1, капитал уменьшили на 0,125. Круто. Получилось. Еще одно сможем? Да. Еще одно сможем? Да. Еще одну сможем? Да. Так пока что-нибудь из этого не кончится. То есть, если, например, труд кончился, значит количество булочек просто равно количеству труда. То есть количество булочек, которое получится, х равно либо количеству труда, если кончился труд, потому что одна единица труда превращается в одну булочку. Либо тесту, но прикол в чем? Дело в том, что 0,125 килограммов теста означает, что из одного килограмма получается 8 булочек. 2 килограмма даст 16 булочек. 15 килограммов даст, 15 умножить на 8, 120 булочек. Почему я умножаю на 8? Потому что в одном килограмме 8 вот таких вот кусочков по 0,125. То есть на самом деле х равен либо Lx, либо Kx разделить на 0,125. Ну то есть Kx умножить на 8. От чего это зависит? От того, что быстрее кончится. То есть это равно Lx. Если Lx меньше, чем Kx разделить на 0,125. И получается, что типа из теста пирожков должно было получиться больше, чем у повара было времени. Получается количество булочек с корицей, которые мы смогли произвести, ой, булочек, не пирожков. Количество булочек с корицей, которые мы смогли произвести, было ограничено временем повара. И получается каждый час повара мы производили одну булочку. А здесь получилось, что количество пирожков будет равно, ой, количество булочек с корейцей будет равно тому количеству, которое было предусмотрено тестом, если у повара времени хватило. То есть, если количество теста разделить на 0,125 не превосходит время повара. Это совокупность, то есть, либо одно, либо другое, в зависимости от того, какое неравенство выполняется. Более удобный способ записи с помощью математической функции min x равняется минимум из двух величин, из Lx или из Kx разделить на 0,125. Фокус в чем? Фокус в том, что либо труда не хватило, и тогда труд один к одному превратился в булочки с корейцей, либо теста не хватило, и тогда тесто в соотношении разделить на 0,125, то есть умножить на 8, превратилось в булочки. Аналогично, Y равняется минимуму из количества труда, отведенное на Y, разделить на 2, потому что общее количество труда должно быть в 2 раза больше, чем количество пирожков. 5 пирожков хотите произвести, будьте добры, 10 часов отвести. Или KY разделить на 0,2. Пункт А довольно прост. Давайте поймем, при чем же здесь нижняя огибающая, и при чем здесь пункт B. То есть, решим пункт B. В пункте B у нас общие запасы труда ограничены 100 единицами, а общие запасы теста ограничены 11 килограммами. Как же нам построить общую КПВ? Мы понимаем, что производство ограничено или трудом, или капиталом, или и тем, и тем. Не совсем понятно, как это вообще должно работать, но мы знаем, что одна булочка с корицей тратит 1 единицу труда и 0,125 единиц капитала, а один пирожок тратит 2 единицы труда и 0,2 единиц капитала. Так давайте просто скажем, что труд состоит из труда выделенного на x и труда выделенного на y. Капитал состоит из капитала выделенного на x и капитала выделенного на y. Но что если мы потратим весь труд, упрёмся в количество часов наших поваров, а тесто останется лишнее? Или наоборот, что если мы потратим всё тесто, а труд останется лишний? Может быть самое эффективное расположение ресурсов не тратит весь труд, но мы при этом упираемся в ограничения по тесту. Нам нужно нарисовать два ограничения, на труд и на тесто. Давайте посмотрим, что происходит на осях XY. То есть представим себе, что я решил произвести вот такую точку. В ней сколько-нибудь пирожков с вишней и сколько-нибудь булочек с корицей. Сколько теста мне придётся потратить? Ну я понимаю. X умножить на 0,125, потому что каждая булочка с корицей тратит 0,125 теста. Плюс Y умножить на 0,2, потому что каждый пирожок с вишней тратит 0,2 теста. И это должно быть не больше, чем 11. Потому что всего у меня 11 килограммов. Аналогично запишем ограничения по труду. X умножить на 1, потому что мне надо потратить 1 час на каждый из булочек. Плюс Y умножить на 2, потому что мне надо потратить 2 часа на каждый из пирожков. Это должно не превосходить сотню. Прикол в том, что это должно одновременно срабатывать. То есть и то, и то должно не превосходить 11 и 100. Эта точка будет доступна, если она находится под этой линейной функцией и под этой линейной функцией. Давайте явно запишем, какая линейная функция имеется в виду. Умножим обе части на 5. Y не превосходит 55 минус 0,625X. А вторая функция получается разделим на 2. Y не превосходит 50 минус 1,2X. Получается, если я нарисую эти графики на одной числовой оси, я получу 50 минус 1,2X. То есть 50, 100. А здесь 55 минус 0,625X. То есть из точки 55 она идет в точку. Так, давайте поймем, какая здесь точка. Если Y равен 0, значит мне надо, получается, умножить на 8 обе части. Я получу 88. Получается, у меня есть две линии. Одна такая, одна такая. Дело в том, что мне надо, чтобы точка находилась под обеими линиями сразу. Этому удовлетворяет только область, которая находится вот здесь. Если вы будете думать, короче, про кривую производственных возможностей в терминах неравенства, тогда эта концепция станет очень понятной. В итоге ответом является вот такая линия, состоящая из двух кусочков. Она называется нижняя огибающая. Мы снизу посмотрели на два графика и как бы снизу их рассмотрели. В чем отличие нижняя огибающая от верхней? Геометрически понятно. Что в уравнении выдает нижнюю огибающую, а из-за чего штука может стать верхней огибающей? Вот вы увидели, что система, если одновременно два неравенства выполняются, то это мы как бы снизу подходим. В прошлой задаче прикол был в том, что у нас уравнения были на самом деле соединены не системой, а совокупностью. Потому что у нас дядя мог без скидки купить, без скидки одно уравнение, со скидкой другое. В прошлой задаче, в которой мы считали, будет ли он пользоваться этой хитрой скидкой, давать 20 баксов и получать скидку на товар Y. У нас получалось, что он может выбрать между двумя вариантами, поэтому обе линии и все, что под ними лежит, было ему доступно. То есть из двух областей, благодаря совокупности, выбиралось объединение областей. А здесь, благодаря системе, выбирается пересечение областей. Пересечение областей заведомо делает ее меньше, и мы в итоге идем по нижней огибающей. Объединение областей делает ее больше, и мы идем по верхней огибающей. Вот и вся тема. Это не очень сложно, это достаточно понятно, кажется, было объяснено. Если тебе в целом понравилось объяснение, и кажется, что экономика не такая уж и страшная наука, и все в целом примерно плюс-минус понятно, и уровня твоей математики вполне достаточно для того, чтобы проворачивать подобное, залетай на курс. Он же у нас действительно доступный. В смысле, это то, каким мы его именно пытались сделать. Мы же хотели сделать понятный, простой и доступный по деньгам курс, который, в смысле, может потянуть вообще любой. Он у нас открыт с седьмого класса по конец второго курса. Вот такой вот большой разброс людей, которым это может быть необходимо. Понятно, что какой-то основной блок направлен на подготовку к олимпиадам, к всероссу, к перечням олимпиадам, но у нас очень много слушателей студентов, которые ботают это все ради того, чтобы в университете сессию закрывать. И очень много слушателей младших классов, которые ботают это просто потому, что у них в школе нет экономики, а хотелось бы ее нормально знать. И если ты, наконец, просто взрослый человек, мимо проходил, посмотрел этот кусок, ну, во-первых, как бы хочешь дальше то же самое осваивать. У нас есть курс, и он реально полезный, понятный, прикольный. Приглашаю. Во-вторых, вероятно, у тебя есть знакомые, кто как бы попадает вот в этот вот кусок нашей целевой аудитории, которым ты мог бы скинуть этот видос, ну, видос достаточно отдельный, самостоятельный, простой, понятный. Если ты проходил до этого тему КПВ или кривую производственных возможностей, альтернативные издержки, кривую торговых возможностей, тогда это было тебе чуть-чуть больше в кассу. Если нет, в целом, мне кажется, что оно в любом случае было достаточно понятно. Но, конечно, гораздо приятнее осваивать это не отдельными кусочками из видосов, а в целом полноценным построенным курсом из лекций, с домашними заданиями, с проверкой, с конспектами. Понимаешь, ну, в смысле, все супер красиво организовано так, чтобы тебе было просто очень комфортно и приятно ботать. Ботать, это в смысле от слова ботаник, типа заученный чувак, но только слово ботать уже давно потеряло свой негативный оттенок, и теперь оно просто означает усиленно учиться, сидеть по многу часов подряд. Вот все, чтобы тебе было комфортно ботать, мы уже организовали. Осталось только тебе взять все эти знания и как бы насильно положить себе в голову и стать гораздо умнее. Хочешь зарабатывать много денег, ботай экономику. Там прямая взаимосвязь. Ну, ладно, не совсем прямая, она немножко такая косвенная, но если ты хочешь зарабатывать много денег, то тебе в любом случае придется понимать, как работают экономические системы. А как бы с чего лучше начинать, с простых практических знаний или с фундаментальной теорией, которая все это объемляет, и потом ты такой, все понимаешь, шестеренки крутятся. Подписывайся на канал, ставь лайк, жди следующих видосов, залетай на курс, жду тебя.